Вы можете описать свои эмоции в этом специальном моменте? Сплыли в голове картинки, то, как я готовился к турниру. Мне кажется, это слезы такие, они как бы радости, но и преодоление самого себя. Эмоционально прокат был для меня тоже трудным, поскольку немножко переживал и волновался. Но сейчас мои эмоции на самом высоком уровне. Я очень счастлив и благодарен себе, своим тренером и сегодняшнему дню, что сегодня все это произошло и случилось. В конце концов, в конце концов, когда я понял, что я получил decent performance в Европе, прямо сейчас, имиделся в голове. И они были счастливы. И также потому, что я смогу overcome себя. Эмоционально, это было прескать. Я был немного нервов. Но сейчас я имею в виду мою эмоцию. Я имею в виду мою эмоцию. Я имею в виду мою эмоцию. И я просто очень счастлива. И я хочу поблагодарить моим тренером и всем. Артура, это твои первые европейские чемпионши, и твои первые медали. Вы ожидали это, во время ваших путешествий в Австрию? Я не ожидал, что я здесь буду на пьедестале. Сюда я ехал с целью показать достойные прокаты, заявить о себе на взрослом уровне. И понять то, что я могу уже конкурировать со взрослыми спортсменами и выглядеть на их фоне достойно. К чемпионату Европы очень была большая работа проделана. И она была очень хорошая, стабильная. Поэтому то, что я здесь откатался неплохо, это все плоды работы, которая была проделана. Well, I did not expect to be on the podium at this championship. I just came here to skate well and to show myself at the senior level and to prove that I'm able to compete with the senior skaters. And now I wanted to turn in strong performances. And I had worked a lot at home in preparation. It was a lot of consistent work. And the fact that I was able to skate quite well is just thanks to the result of this hard work. Maurici, after 10th place last year, this bronze medal, is this a little surprise also for yourself? – No surprise. – Скажем, что не сюрприз. Мы готовились, работали, конечно, ставили цели самые высокие. старались показать лучшее свое катание. Сегодня что-то получилось, что-то нет. Конечно, будем дальше работать, стараться улучшить свое катание и в дальнейшем показать лучшее катание. Хочу также сказать спасибо всем большое, кто болел, переживал. Хочу поблагодарить своих родителей, своих тренеров, Федерацию фигурного катания Грузии, Министерство спорта и Олимпийский комитет, который поддерживает меня постоянно и верит в меня. И еще хочу поздравить ребят. Очень рад за них. Спасибо. Ну, это было не удивление. Это что-то, которое мы работали, подготовили, и решили наше высокие цели. И я работал за это. И сегодня, не все, что-то работало. Некоторые, некоторые не работали, некоторые не работали. Поэтому мы продолжим, чтобы улучшить. И, возможно, наше время, я могу даже больше перелать. Я хочу спасибо всем, чтобы их поддержать. Я хочу спасибо всем, чтобы мои родители, Федерация Георгия, и также, как и Министерство спорта, которые поддерживают меня и верят в меня. Спасибо. So, your question, please. Here. Oh, and I want to congratulate my competitors. Thank you. Congratulations to the three of you. Dmitri, seeing you practice through the week, I've seen you so much in control. Maybe you were boiling inside, but from outside, we had the feeling that you were completely mastering yourself. And I have two little questions. The first one is, how do you manage to get so much concentration at each element you're performing? You're so much focused. The second question is, how does that music, which is so powerful, the sound of silence in that interpretation by Disturbed, makes you calmer? I want to're here. Thank you. Продолжение следует... Тренировочный процесс здесь был такой своеобразный и интересный для меня, потому что до этого турнира, перед отъездом, у меня была успешная тренировка, но перед успешной были такие помарки на тренировках, это было в Санкт-Петербурге, что, естественно, приводит к невере, что ли, или под сомнение ставит самого себя. Но когда я приезжаю на турнир, я стараюсь отключиться, и вообще, приехав на турнир, начал как-то заряжаться какой-то энергией дополнительной. Мне здесь нравится атмосфера на катке, я когда первый раз зашел, какая-то домашняя обстановка, и я чувствовал себя в своей тарелке. Насчет программы, как мне удалось сконцентрироваться сегодня, было непросто. И вспоминая сейчас закулисье, когда ребята уже начали разминку, поехали первые номера в последней разминке, мне начали гореть уши, локти. И я понимаю, что это, наверное, не совсем хорошо и правильно, то есть это, наверное, начинает перегорать. Я себе сказал, мне кажется, очень важные слова внутри себя, которые сам для себя нашел. Возможно, они меня успокоили и помогли. Дело вовсе не в музыке, а в самом себе. Музыка меня ведет во второй половине, особенно не дает мне расслабиться. И она меня тянет вперед. Поэтому... Ну, вот так. Ну, вот, несколько собак. Ну, вот, несколько собак. Ну, вот, пока нет. for this competition, the training at home has been successful, but there were some little mistakes, some errors and that obviously leads to some doubts, but when I came here I tried to switch my mind and I really felt the energy and I liked the atmosphere at this rink it's a very homely atmosphere, and as for the focus it was not easy to keep focused, when the competition started, I was backstage and the first warm-up groups were skating, I felt like my ears started to burn and I realized that is not good and I told myself that's not good, and I told myself some words that I found for myself and maybe they have helped me the music, it's not about the music calming me down, but the music doesn't let me relax and it pushes me forward and I realized that this Евгений Плющенко, 2012 год, январь, расскажите, где вы были вообще тогда, ваше состояние в фигурном катании, в спорте, в планах на жизнь? The question is to Dmitry Aliyev. Last time that we had a European champion from Russia was in 2012, it was Евгений Плющенко. So where were you at that time? What were you doing? What were your figures skating status and your plans? В январе 2012 года, мне кажется, я где-то был в родном городе Ухта, в минус, может быть, 25, а может быть, 30, на лыжной трассе, с палками в руках, ехал с горы, ну вот так вот, катался на лыжах, тренировался. I guess in January 2012, I was in my hometown in Ухта, and it was minus 25, or maybe minus 30 degrees, and I was outside skiing, training. First of all, congratulations to all the guys. You did a really great performance, and I have two short questions to all of you. The first one is how you're going to celebrate, whether you're going to celebrate, whether you're thinking about relaxing tomorrow. And the second question is, you obviously train a lot, but when you have free time, what do you do in your free time? And I can also translate it into Russian. Прежде всего, поздравляю всех вас, замечательное выступление, очень горжусь всеми. Первый вопрос, как вы собираетесь отпраздновать ваши призовые места? Завтра, может быть, что-то есть мысли по поводу завтра? И второй вопрос, очевидно, что вы очень много тренируетесь, но когда есть свободное время, то как вы его проводите? Спасибо. Это всем, да. Как это случается? Как? Я сначала. Спасибо за поздравление. Я думаю, что я сегодня в первую очередь сдам допинг и поеду в отель отдыхать, потому что утрачено много сил. И вот этот перерыв, который был долгий, он тоже был утомительным, несмотря на то, что я проботонился весь день в кровати. Хотелось бы выспаться и приехать завтра посмотреть ребят, которые будут выступать, праздновать, ну, я не знаю, с семьей там на связи побыть. Ну, то есть как-то так смотрится, мы сходим погулять куда-нибудь в город, поднимемся куда-нибудь, не знаю, погуляем. На второй вопрос, я забыл второй вопрос. В свободное время я очень люблю гулять со своей собакой, писать стихи. Да, вот. Так, так, так. Так, 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 так. Ну, во-первых, спасибо за поздравление, также точно такой же план сдать допинг и поехать в отель, но не сразу спать, сначала покушать. По поводу свободного времени, по поводу завтрашнего плана, это прийти и также поболеть за ребят и погулять. По поводу свободного времени уже от тренировок, это учеба, так как школа, экзамены, по выходным погулять с друзьями или с семьей и все, в принципе, на что хватает времени. Да, есть собака, чихуахуа. Спасибо. 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 Спасибо большое за поздравления. Сегодня, скорее всего, приеду в отель, буду отдыхать, набираться сил. Возможно, тоже немножко перекушу, чтобы лучше спать. Завтра думал приехать на каток, поболеть за своих ребят, либо еще был план поехать в горы, покататься на лыжах. В свободное время сейчас я учусь на магистратуре и когда приеду в Москву, наверное, буду учиться. Спасибо. 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 Сегодня, I will go back to the hotel and have some rest, but probably will eat something so I can sleep better. Tomorrow, I also plan on coming back to the rink, and I also would like to go to the mountains and ski at home. And then, as for my free time, I'm now studying on the master studies for master degree, so I guess when I come back to Moscow, I will do some studying. Question for Dmitry Aliyev. In previous interview, I have seen what Aliyev combined figure skating training with skiing, and maybe something from skiing will be helping Aliyev now, and why he chose figure skating, not skiing. Я отвечу так про лыжные гонки, я на самом деле не выбирал, все решилось можно сказать судьбой, но в лыжах я был неплох. Я был на очень хорошем уровне, и если бы продолжал заниматься, я, конечно, не ясновидящий, но я думаю, что хорошие результаты бы у меня тоже были. Как я оказался в фигурном катании, это просто судьбой подарено мне решение. Я его принял и пошел этим путем. Я, безусловно, думаю, что-то с лыжных гонок пришло в фигурное катание мне, но я не могу пока сказать, что. Потому что первые годы я катался с очень сутулой спиной, вот что мне пришло от лыжных гонок, и меня очень сильно вправляли на хореографии, чтобы я был ровненький. Это другой вид спорта, это циклический вид спорта, там совершенно работают другие мышцы и так далее. Я могу много об этом говорить, но не буду. Я думаю, что тогда пришло от лыжных гонок фигурное катание мне? Ну, я не знаю, что тогда пришло от лыжных гонок фигурное катание мне. Well, it was, I didn't really choose. It was that fate chose for me. And I was not bad in skiing. I was actually at a very good level, and I think if I had continued in skiing, I also would have had quite good results. So, but it was just fate that decided for me, for figure skating. And I took it, I accepted it, and I followed this path. I think skiing does give me something for figure skating. Well, actually, at first I wasn't really, my posture was bad because of skiing. So, at first they really worked with me and to correct my posture. But the cross-country skiing is totally different sport, and other muscles are working, and I really could talk a lot about it. But I still think that something from skiing helped me in the skating. Thank you. I have a question for Dmitri Alif. You performed a very strong program, but there was still Michel Brzezina to skate. I was wondering if you watched him skate, and how did you leave these few moments that would decide the color of your medal? Dmitri Alif. I was wondering if you watched Michel Brzezina skate, and how did you leave these moments, or did you win? Dmitri Alif. 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 был интервью и просто сам сейчас счастливый ходил и вот в конце интервью уже когда миша докатал я узнал что я стал первым сразу побежал к тренеру обнял его он мне поздравил вот так это время проходило well after i skated i was taken right away to have some interviews so i only saw his first jump and i think he popped it i don't even remember exactly there were actually no emotions because there was the only emotion was that i was happy for myself and there were so during these interviews there were the interviews and i was feeling happy for myself and only at the end i i learned that i was first and then i ran straight away to my coach and hugged him so more very one and then the last questions here okay a small question to dima when watching your program you're performing i cannot help feeling that it was a performance of a champion but when did you feel that you are a champion during the program or maybe after the last sounds of music переведу что когда наблюдал вашу программу не мог избавиться от ощущения что катается чемпион а когда у вас возникло ощущение что вы чемпион где-то по ходу программы или только когда затихла музыка после последних звуков когда у меня возникло ощущение когда чемпион это тогда когда я увидел что чемпион это вот морис артур они сидели в специальной зоне и как раз представляли оценки миши я понял что я стал чемпионом вот тогда ко мне это пришло ощущение но ощущение того что для себя сегодня я чемпион пришло финальной в самой самой финальной позиции я пришел в себя услышал шум трибун меня пробило и я понял что сам для себя я сегодня чемпион я справился с собой well the feeling that i'm the champion came when i was joining morris and arthur and that zone and week then marks of michael brisina came up and then i saw that and i knew i was a champion but the feeling that i was a champion for myself came at the end of my performance and when i in my final pose and when i hear at the erection of the crowd on the tribune and that was a moment i felt that yes for me myself today i'm a champion and the second question to arthur my question is why did you choose such a popular melodies by verdi instrumental variants without singing and and you see the heroes of those operas are high heartbreakers do you have such an experience to perform on ice переведу почему во-первых вы выбрали инструментальные варианты столь популярных мелодий верни они исполнение тарас во вторых герои тех ари дуэтов что исполняли они так сказать сердцееды если у вас уже подобный опыт чтобы изобразить это на льду спасибо ну скорее мне тренеры предложили такой вариант музыки она мне очень понравилась я сразу представил как это будет смотреться на арене при публике и я сказал что я хочу под это кататься потому что мне нравится такие ритмичные и мелодии которые меня подгоняют и помогают мне катать по поводу второго не могу ничего сказать it's my coaches that suggested this version of the music and i laughed it right away and i could imagine right away how it would look like in the in the arena and in front of an audience i really enjoy rhythmic music because it helps me and it pushes me and as for the second part of the question i can't really answer that last question here no here i have a question for dimitri congratulations on your great performance you just mentioned that in your free time you like to write poems so can you specify it a little bit and do you feel like when you are skating then you are writing a poem on the ice thank you its you can say, какие стихи пишешь и как ты катаешься как ты пишешь стихи как ты пишешь стихи как ты пишешь стихи так и есть на самом деле очень часто так и происходит стихи я пишу наверно я назвал это лирикой И какие-то переживания, которые есть у каждого из нас, мне проще всего это переживать на лист бумаги. Наш спорт, он, наверное, как песня, как стих. Всегда нужно что-то писать, пишется история. И вот программу мы также показываем ее вам, пишем, так сказать, стих. Наверное, как-то это можно представить в своей голове, интересно. Спасибо. Yeah, actually, it's just like that, referring to you saying, like writing a poem on the ice. It's often like that. And my poems are lyrical poems. If you have something, it's upsetting you, if you're going through some things in life, for me, it's the easiest thing to work through that by putting on a piece of paper. And our life and our sport is like writing a story. And, yes, we are kind of writing poems. And I could imagine it that way. So thank you. Okay, thank you. Congrats, guys, again. Well done. Enjoy the next days until the exhibition gala. Congrats. Thank you. Thank you. Are you interested in football? Thank you. Thank you. Thank you. Are you interested in football? Thank you. Are you interested in football? Are you interested in football? Thank you. Are you interested in football? Thank you.